Друзья, всем привет! После презентации новых айфонов компания Apple выпустила iOS 14.2 Beta 3 для разработчиков. Сегодня о ней поговорим. Меня, как обычно, зовут Максим. Вы, как всегда, на канале Тёмин Саламш. Поехали! Кстати, если вы по какой-то причине не присутствовали на презентации, то посмотрите первое мое впечатление про новые айфоны. Вот там по подсказочке, если еще не видели, гляньте, сделал ролик прям на эмоциях о том, что думаю после презентации новых устройств. Итак, Beta 3. Весит данный апдейт для этой системы, то есть 14.2 традиционно немало. Если прошлое весило около гигабайта, то это весит аж 600, где-то 650 мегабайт в зависимости от устройства. И это для очередной минорной бета-версии достаточно много. По новым функциям что завезли? А, собственно, ничего. Ни компания Apple, ни какие-то сторонние люди не говорят, что замечено что-то новое. Релиз ноутсов к этой версии нет. Написано, что улучшена производительность и решены какие-то баги. На самом деле, мне сложно сказать, потому что на моем iPhone 11 Pro я не заметил каких-то багов на iOS 14.2, Beta 2. Поэтому для меня все как было, так и осталось. По части производительности сложно что-то сказать. У меня все на прошлой бете было хорошо и на этой бете все нормально. По части автономной работы еще не прошло, конечно, достаточно большое время. Но в труху батарейку не сжирает, да? Поэтому вроде тоже, опять же, нормально. Здесь мне нужна будет ваша помощь. Если вы установили, то, пожалуйста, пишите модель телефона. Пишите, все ли у вас хорошо работает. Если какой-то баг обнаружили, тоже пишите. Я буду прям неистово вас лайкать, ваши комментарии, чтобы люди были тоже в курсе. Вообще, меня очень часто спрашивают, когда же выйдет iOS 14.2. Потому что у кого-то есть проблемы на 14.0, на 14.01. И люди хотят обновления, чтобы эти проблемы пофиксили. Я думаю, что все-таки это выйдет вместе с новыми айфонами. Сейчас вышла Beta 3. Это не GM-версия, это просто бета. Соответственно, должна быть еще и GM-ка. Есть ощущение, что GM можем получить на следующей неделе, а релиз через неделю. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что новые айфоны, которые релизнутся, получается, 20 вроде первого числа. Они должны уже выходить на новые операционные системы на 14.2. Пока не очень понятно, как это будет реализовано. Но, тем не менее, конец октября, начало ноября я ставлю на релиз этой версии. И вот вы сейчас такие, да понятно, что там ничего нового. Ты мне скажи, стоит ли мне ее устанавливать? Ну, во-первых, опять же, зайдите в комментарии. Может быть, кто-то написал, что там все хорошо или все плохо. Говорю за iPhone 11 Pro не Max. Тут вроде все нормально, но лично на моем устройстве это, на самом деле, очень индивидуально. Я считаю так. Если вы сейчас сидите на iOS 13, на iOS 14.0, на iOS 14.01, и вас устраивает все абсолютно полностью, у вас нет претензий к этой операционной системе, на которой вы находитесь, то не обновляйтесь. Не надо ломать то, что работает, потому что сломать можно легко. Если же у вас есть какие-то вещи, которые вам мешают прям сильно жить, на iOS 13, на iOS 14.0, на iOS 14.01, или на предыдущих бетках, на первой и на второй бете iOS 14.2, то обновляйтесь, потому что хуже вряд ли случится. Естественно, перед обновлением нужно сделать резервную копию. Как это делать, об этом я рассказал вот там по подсказочке. Посмотрите видео, очень полезно. Но при обновлении, естественно, может пойти что-то не так, потому что это бета-версия, никто не заявляет, что будет все стабильно работать. Поэтому для таких случаев существует другая вещь, которая называется Hard Reset. Она помогает бороться с какими-то багами, которые могут возникнуть при обновлении, но которые не являются систематическими. То есть просто у вас там, например, быстро сживается батарейка один раз, какое-то конкретное приложение ее жрет, поэтому после обновления я всегда рекомендую делать Hard Reset. Об этом тоже было видео на канале, вот там же по подсказочке можно его посмотреть. Ну а вообще, в принципе, мне кажется, что в целом система готова к релизу, то есть добавили новые функции, которые нужны были. Еще в первой бете добавили у нас интеграцию с Shazam, во второй бете добавили у нас новые эмодзи, и третья бета, скорее всего, сейчас правит какие-то определенные баги, которые возникали у тех или иных людей. Поэтому я думаю, что релиз этой версии не за горами, и в принципе айфончики, которые поступят в продажу, уже могут комплектоваться iOS 14.2. Хотя пока это не доказано, это непонятно. Может быть, они из коробки попросят обновиться на iOS 14.2. Ну а если это видео вам понравилось или было чем-то полезным, то, пожалуйста, поставьте им большой палец вверх, мне это будет очень приятно. Конечно же, вот там внизу подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, потому что скоро с вами будем обсуждать новые айфоны. HomePod mini. Я расскажу, как выгодно купить новый айфон и еще много всего другого интересного, поэтому жмите на колокол, чтобы ничего не пропустить. Еще раз призываю вас внизу в комментариях писать. Те, кто обновился, пишите прям модель устройства, как у вас все работает. Напишите там, не знаю, айфон 10s, работает все хорошо. Или напишите, айфон 8 есть такой-то баг. Вы на самом деле таким образом сможете помочь большому количеству людей, которые посмотрят и поймут, типа, блин, у меня нет такого бага. И вы будете знать, что у вас косяк. Или наоборот, они скажут, блин, у меня такой же баг. И люди будут знать, что, например, Hard Reset не поможет, что баг на всех устройствах. Поэтому это важно. Ну и как обычно, вот эти два ролика, специально подобранные для вас в мануэлл алгоритме YouTube, зацените, если не видели, и вот сюда, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, увидимся завтра, пока. Субтитры сделал DimaTorzok